всем привет гостям канала зрителям любителям попугаев сегодняшнее видео будет посвящено волнистым попугайчикам потому как хорошая новость сейчас пойдем к попугаем сделаю обзор а так на днях вылупились волнистые попугаи у кого-то уже три птенца у кого-то 4 птенца есть даже одна мамаша у нее один но уже крупненький то есть он возможно вылупился даже дня дней 5 назад перед тем как я делал крайний осмотр яиц птенцов не было а видимо на следующий день начали выпираться птенцы итак отправляемся попугаем в вольер где находятся именно волнистые попугаи посмотрим сейчас все сами сделайте вывод посмотрите какие птенцы как все происходит чем кормлю и как кормил в предыдущем то есть как подготавливал птицу это вы можете увидеть ранее снятые видео там все очень просто там все очень просто и все это наглядно показано пожалуйста смотрите делайте вывод анализируйте думайте и будет у вас свои волнистые попугаи всего вам доброго отправляемся в вольер попугайчикам по дороге попугая обратите внимание какое красивое небо над головой желаю всем чистого неба безоблачного над головой вот такая красота у нас также не могу пройти мимо вот этого охранника моих попугаев охранник передай привет зрителям моего канала видите как он смущается вот такая охрана ну и вот друзья мы с вами находимся в гостях у попугаев это не разрушники которые соседствуют с волнистыми а волнистые у нас здесь и поскольку видео у нас снято по случаю выглупления нового поколения волнистых попугаев молодняка сейчас я вам продемонстрирую какие появились птенцы и у кого появились птенцы вот видите самка сидит посередине вот эта голубая у нее видите зоб как выпирает вот она всегда есть больше всех а птенцов по моему у нее нет сейчас посмотрим и и к ней заглянем в домик посмотрим что там про них я просто не помню что там происходит а так я хотел бы начать свой обзор вот в этом домике помните снятое ранее видео вот здесь посредине там было восемь яиц я их просвечивал и из них оплод был в семи яйцах в общем 7 яиц были оплодные а одно яйцо было пустое а пока я там осматривал одно яйцо я разбил нечаянно я уронил крышку и одно яичко лопнуло и получилось теперь там 6 оплодных яиц а одно пустое сейчас покажу вам кстати давайте по порядку начнем покажу с чего я чем кормлю и потом птенцов посмотрим все 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 на стрёме на паника началась сейчас я закрою вольер на крючочек чтоб никто не разлетелся в прошлый раз итак друзья обратите внимание слой в вольере у меня присыпать вот такой присыпкой ну это вот то что попугай едят а это остается шелуха сухая шелуха она не гниет не маняет ничего как сухая шелуха почему я не убираю смотреть через через определенное время будут вылетать птенцы маленькие они возможно упадут на пол во первых здесь будет мягко во вторых здесь будет тепло потому что там если раскопать там бетон ну и какая присыпка а почищу потом когда все уберу вернее когда птенцы вылетят уже отсаживать буду тогда можно будет и низ почистить а так в принципе тут катастрофического ничего нет вот глиняный камень ракушка минералы эти подъедают потихоньку итак по поводу кормления ну ветки само собой вот видите остается тут от веток почки объедают первым делом а вот смотрите тут прям сильно поеду палочку то есть ветки они периодически я им подбрасываю они прям не супер едят но подъедают кому надо значит смотрите покормил утром фокус фокус вот на эту ораву здесь у меня я не помню один у меня погибло тут одна самка тут у меня 14 или 13 нет 13 12 пар даю я утром вот такое количество яйца видите ли быстро съели здесь получается была четвертинка одна восьмая яйца вот это четвертинка половинка посчитайте 1 8 яйца получается такой кусочек яйца даю утром и даю на ужин где-то часов шесть все больше яйца я не даю ну я так делаю вы кто дает больше яйца пожалуйста я не против что дает меньше яйца тоже можно вообще без яйца если все по уму так смотрите кукуруза сейчас проверим мягкая нет нет кукуруза что-то тут жесткая но потом неразвучники дойдет вот я раскусил ее достаточно твердо я думаю волнистый не справится а так смотрите морковка была морковку сразу съели овес сразу съели семечки сразу вот это что у нас вот пожалуйста они раскусили озернышко пол зернышко съели потом думаю до идеальность значит все это в размоченном виде все это мокро все это мягкое пшеница чечевица проса овес семечки нут кукуруза сорга вот все вот в эту здесь в этой смесь вот таким вот добром я корму попугаев вот нут видите целый вареную кукурузу вареный овес вот в этом вольере сейчас я не даю допустим кто дает вареную кашу пожалуйста это ваше дело считаете правильным кормите я не даю я даю зерно по принципу значит какое зерно обладает жизнеспособное какое зерно сможет прорасти тем я и кормлю попугаев волнистых ну и всех остальных как бы по принципу как они в природе они же кушают зернышки которые допустим сухое яйцо его размочи яйцо это зерно сухое размочи оно прорастет или пророщенное размочи оно зайдет правильно вареная они-то не едят молотая вбитая они-то не едят попугаи а это о чем говорится что их не кишечник ихняя система пищеварения предназначена для цельного зерна которая способна прорасти ну и так начнем обзор вот прям с этого вот это мой любимый творечник я прям тут кумир пара это тут много у нее птенцов яйца одно я умудрился разбить прям жалко так было но нечаянно я больше постараюсь не разбивать яйца и так потихонечку открываем все делайте без лишних резких движений вон посмотрите перед вами многодетная мамаша которая почета и уважения и вон все ее козявки так я сейчас попробую она уйдет боюсь все ушла смотрите ребятки все яички вылупились это ж короба а вот еще одно а вот это яйцо обратите внимание у него даже вид другое меньше трогайте яйца я видишь тронут уроняет вот эту вот шкарлупку там убирать куда-то не надо она принципе не мешает тут все по природе вы только кормите правильно и природа сделаешь пальцы холодные у нас зима на улице я вам покажу смотрите вот они накормленные козявочки вот видите зобики полные и вот самый маленький этот постарше сколько там их 4-5 в общем друзья вот такой вот результат развивения волнистых попугаев появились птенцы питание я вам показал какое а вот в общем вот так все и происходит питание показал приплод получился значит на верном пути я так думаю ну и посмотрим потом какие они вырастут какими они станут меня интересуют расцветки вот видите какие родители ну и мамаша уже забежала не успел вам показать вы видели какая-то мамаша она белая папаша вон фиолетовый но такой да я бы назвал этот цвет фиолетовый он не синий вот здесь получилось в домике здесь получилось было в помете у самочки три яйца одно яйцо пустое второе яйцо оно почему-то чуть-чуть придавлено и отреснутое было одно яйцо с птенцом то есть они тут вдвоем сидят а кто это я почему не успел рассмотреть самец это с самкой сидел или где самки в общем здесь вот один такой бегемотик вот это птенчик волнистого попугаечка вот это птенчик волнистого попугаечка уже начинает открывать глазки вот это пустое просто было пустое неоплод то есть смотрите в одной семье три яйца один птенец а у другой семьи было восемь восемь яиц и семь птенцов вот и пожалуйста такая вот разница такие вот как в самках разница наверное это я еще особо не изучал в общем у всех ну такая вот маломерность малосемейная одна у других у всех побольше так здесь посмотрим я не помню что тут есть я просто позавчера делал осмотр и обнаружил птенцов вернее я их услышал они пищат вечером а тут видите самец и самка вон самец и самка греют яйца но тут что-то еще нет никого а мне кажется у них яйца пустые ну-ка разрешите пожалуйста у меня не лицо белое но там птенец ну видите немножко грязная не знаю вылупится не вылупится сейчас бы фонариком просветить но неудобно я боюсь честно сказать лишний раз трогать но я их роняю разбиваю потом жалко в общем так это мы закрываем что будет то будет что поделаешь сейчас на место поставим в общем вот такие вот у меня результаты по разведению волнистых попугаев хотелось бы конечно все гнезда вам показать но это понимаете сами это трудно птицы волнуются так а вот еще показать давайте в общем птицы волнуются а давайте посмотрим вот там вот которая постоянно сытая самка мне кажется она просто ест а разводится не разводится сейчас посмотрим вот пожалуйста у нее абсолютно чистый дом ни птицов никого нет зато ест зато как посмотрю на нее она с набитым зобом можно будет ее просто взять потом отсюда и удалить чтобы чтобы она тут не наделала беды ну в принципе так стая спокойная что тут никто никого не бьет а вот здесь я обратите внимание заметил это березовая ветка и вот она в крови то есть тут была драка один самец был с красным клювом а у одной самки была прокусана лапка ну уже все зажило оно быстро заживает так давайте вот здесь проверку сделаем в общем вот такие новости да по кормлению в принципе все поняли у кого есть вопросы пишите ага тут пусто вообще пишите вопросы в комментариях обсуждения там поговорим у кого какие есть предложения значит по поводу того что вы кормите кашей и ваши знакомые всегда так делают и все хорошо это можете не писать я кашей кормить не буду вареным зерном тоже кормить не буду потому что я как бы не первый день занимаюсь попугаями и я пришел к тому что удобно во первых удобно приучить птицу к пророщенному к замоченному вам не надо использовать холодильники ага тут даже еще никто не вылупился все извините итак смотрите вам не нужно использовать холодильники там вот это вот газ тратить ну это все морока согласитесь надо печку надо где-то это все варить если вы там держите к примеру три птички может вы и варите вам удобно а если у меня много попугая мне нужно варить пол ведра зерна это один раз покушать а потом допустим летом вот летом вы сварили кашу дали на следующий день снова варить надо представьте сколько мороки пол ведра где варить оно варится как бы пары тут неприятно пахнет надо какую-то специальную кухню где-то варить в общем все это неудобно и не особо полезно а вот замоченное зерно очень удобно приучайте своих птиц питаться правильно по природе пускай они вас едят траву овощи ветки замоченное зерно зерно в принципе вот у меня я так полагаю вообще в принципе любое зерно можно это вот сейчас я перечислю вы запомните запишите конспект проса овес семечки это как фундамент потом пшеница ячмень кукуруза нут сорга чечерица суданка немножко рапса немножко конрячного семени немножко лен я думаю хватит да какие еще зерна есть в котором в общем магар тоже ну он мелкий я не знаю может не заморачиваться он дорогой мелкий смысла нету вот такой вот сегодня у нас обзор а ну-ка уйди со своего места все друзья мои до скорой встречи на моем канале всего вам хорошего здоровья добра радости хорошего настроения все до свидания всем пока